Всем привет, я Влад, это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка, это Horde Bullpup Magnum в таком вот деревянном ложе. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. Комплект здесь богатым не назвать, да, безусловно, там есть заправочный штуцер. Ну, в общем-то, мы с вами здесь собрались ради данной модели, поэтому тянуть не будем, погнали! Интернет-магазин Попади в десятку. Винтовка относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Манометр установлен на передней стороне корпуса и предназначен для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера. Заряжаются же снаряды при помощи лотка для однозрядной стрельбы, который находится вот здесь, и да, он тоже есть, конечно же, в комплекте. Роль такого элемента выполняет стандартная свинцовая пуля калибром 7,62 мм. Также вы можете докупить пятизарядный барабанный магазин. Для произведения выстрела винтовку нужно, конечно же, взвести. Это делается при помощи затвора, который находится на правой стороне корпуса. Вот здесь он, да. Взводить ее нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель находится на спусковом крючке. На конце нарезного ствола находится модератор. Тыльник у винтовки рельефный. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, ну, например, сделал это я. В комплекте оптика не идет, но это не проблема, потому что у нас в магазине выбор оптики огромный, и специалисты прекрасные, которые, конечно же, с большим удовольствием обязательно вам помогут, если вам это потребуется. Длина изделия 835 мм, из которых 610 мм, это длина ствола. Объем ресивера 280 кубических сантиметров, вес винтовки 3 килограмма и 274 грамма. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду. Но на территории России винтовки, конечно же, находятся в ослабленном виде, с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, чтобы эту винтовку купить, не нужны специальные документы. Просто приходите и покупайте, или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть 18 лет, это вот прям важно. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную PCP винтовку подходит к концу, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.